Легендарный одесский тренер Виктор Прокопенко, которого не стало 11 лет назад, каким-то образом попал в список избирателей. Это произошло на 314 участке 135 округа на проспекте Гагарина. Его сын Игорь Панов утверждает, что уже несколько раз за эти годы письменно обращался в различные структуры с просьбой исключить отца из реестра голосующих. Но его просьбы остались без рассмотрения. Такие случаи в Украине не редкость. Многие избиратели жалуются на наличие покойных родственников в списках. При этом ведомости в протокол вносят только при наличии свидетельства о смерти. Ну вот в списках Прокопенко Виктор Евгеньевич, который скончался 18 августа 2007 года. А он в списках здесь, пожалуйста. И на прошлых выборах я тоже писал по этому поводу заявление. И он опять остался здесь в этих списках. Также на этом участке девушка не смогла проголосовать, так как вместо нее это сделал кто-то другой. Напротив ее фамилии была подпись человека, поставленная им при получении бюллетня. Кроме того, в квартире девушки оказались прописаны еще четыре неизвестных избирателя. Я пришла, предоставила свой паспорт. Они посмотрели, нашли меня в бланке. Оказалось, что в бланке уже подпись, то есть уже бюллетень мой кому-то отдали. Сказали, что я не могу проголосовать. Скажите, рядом с вашей фамилией были еще люди прописаны в вашей квартире? Да. Были чужие люди, которые мне неизвестны, прописаны в моей квартире. Много людей? Человек четыре. В списках оказалось, что в ее квартире, кроме нее, прописано еще несколько человек, к которым совершенно она не имеет никакого отношения, она их не знает. По данному факту был составлен акт, который свидетельствует о правонарушении законодательства Украины о выборах президента. Дальше это так будет отправлено в окружную комиссию. Женщина написала заявление в полицию. Теперь девушке, чтобы проголосовать, придется пройти все круги бюрократического ада. Девушка пришла на участок со своей собакой. В итоге, в период разбирательств, пес начал лаять. У нас, к сожалению, законом не разрешены дополнительные списки избирателей. На данный момент девушка проголосовать не может. У нас вызваны сотрудники полиции, которые сейчас оставляют акт. Далее с этим актом они едут на адрес, который есть, проверяют, есть ли на наличии такая гражданинка. Далее они в реестре сверяют паспорт, чей верный, чей неверный. То есть там по бумагам, когда выдан, все по датам и всем остальным. И уже на основании данных по отдельным паспорту первой, по отдельным паспорту второй, они уже дальше идут в правоохоронные органы и в окружную комиссию, которые находятся здесь, в Приморскую орган, на второй станции. Были и другие нарушения. Глава избиркома заверил, что все их внесут в протокол. Изначально участок открылся в 4 минуты 9-го. Это первый вопрос. Второй вопрос. Изначально не все бюллетни были вынесены с сейфа. После замещания наблюдателей уже вынесли все бюллетни и опечатали сейф. Продолжение следует...